я друзья не случайно начинаю этот репортаж со спасательного круга потому что спасательным кругом являются истории гаррика прораба вот которые он рассказывает которыми он делится с нами и у него истории много и современных и прошлого он конечно не не то чтобы знаком был с дедушкой лениным такого нет но многие думают что вот он прямо ну давай но какую-то историю историю такую до свое время когда я был молодой красивый кудрявый работал я на строительстве центра в москве назывался он центр международной торговли до товарищ хаммар одолжил нашей советской стране по-моему 150 миллионов долларов да но и вот товарищ хаммар каком-то восьмидесятом году решил построить так называемый торговый центр таких торговых центров сейчас много а раньше было всего штук 20 во всем мире этот центр включал в себя огромное офис здания как он наверно все были плюс плюс одна гостиница на 500 мест 2 гостиница на 700 мест и огромный гараж и там шопинг-центр был да это было внутри офисного здания да и вот я был одним из маленьких программах которые строил этот комплекс так и вот однажды когда мы уже построили каркас следующая стадия была покрыть этот каркас бетонными панелями наши товарищи руководство принимает решение поскольку у нас есть тоже самый бетон то же самое вода то же самый цемент мы решили не покупать бетонные панели в америке а сделать их у себя в ранитные или бетонные бетонные так поэтому значит купили завод производства бетонных плит бетонная линия купили привезли на пароходах поставили его под недалеко от краснопрестинского центра метро щербаковская прям завод завод под ноль оставили завод стали делать бетонные плиты поскольку вода цемент щебень песок один хрен везде такой же сарк короче самый дел бетонные плиты монтажники эти плиты стали монтировать смонтировали монтажные плиты и вдруг видят что бетонных панелях нету швов слишком плотно при них примыкает бетонные панели друг другу поскольку бетонные панели при температуре плюсовой расширяются при при температуре минусовой сжимаются должны быть швы до вкладывают гернитные гернитные ленты которые сжимаются и разжимаются пришли наши чуваки смотрят нету швов ага проблема позвонили в америку закупили алмазные пилы стали циркулярные до стали пилить швы между бетонными панелями чтобы поставить гернитные шторы но оказалось что проще было закупить бетонные панели в америке до чем покупать алмазные пилы в америке так это первый снаряд который прилетел моей головы когда когда я работал программа а ты-то чё а я так маленький выпил и пошел домой правильно мне задержало было обидно а второй снаряд поэтому ты здесь до второй снаряд все бетонные полы были бетонные но прежде чем они достигли стопроцентной усвояемости и должны были полировать специальными машинами так специальные машины закупили в америке потому что обычно в москве полы в россии полы делали деревянные а тут бетонные полы и плюс на них наклеить копеечный ковролин ну типа ковролина когда как у нас сейчас продают не паласа как называется карпит тогда это же было почти 40 лет назад это было что-то да да так вот но сделали полы и оказалось что карпит не клеится потому что полы наши оказались волнистые то есть все было ровно все было красиво но волна была выше специальный специального стандарта поэтому согнали всех женщин из наших треста работников мы перебивали весь этот бетонный пол и делали сверху цементную стяжку ровную чтобы наклеить пола но все таки советская система строительства позволяла сделать хотя бы ровную бетонную стерк ровную но кривую то есть под углом как бы шла если воды налить утечет это второе третье как сейчас помню значит я тогда занимался строительством кровли это был 16 этаж 103 метра высоты от земли я там сделал градирню специальный градирню то есть вода вода была в замкнутом цикле она поднималась осужалась охолождалась и оно было внутреннее потребление воды так когда я построил градирню следующий был мой этап построение крыши так мы построили крышу значит нужно было поставить на крыше оконномоечную машину специальную машину она опускала на люльки там кого-то она писала на люльки двух мужиков которые при помощи воды ну да мы ли на крыше но импортная вещь то было все импортное все из америки так построили специальные рельсовые пути по которым машина двигалась по периметру крыши от специальную машину заказали построили и замерить построили стрелку потому что машину можно было направлять это самое и построили гараж на крыше для этой машины и вот сижу я в прорабской на друг нет прорабской была на нулевой отметке на земле так прибегает ко мне заказчик совершенно с перевернутым лицом мы пропали мы я ему говорю в чем дело вот за хелл да он мне говорит поширно не влезает я как не влезает может быть ее сметаной покрыть быть нет сметана не поможет оказывается гараж построили с одними размерами а машину паш посуду посудомоечная оконномоечная купили другую и в гараж она не влезает машина сметаной не маши сметаны один и тот же результат лучше сюда сметану домой забрать правильно но получилось так что машина которая стоила несколько миллионов долларов потому что она была специальная с лебедками которые опускала да 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 в гараж не влезала построили новый гараж гараж отечество раз был рассчитан на определенную нагрузку это не так просто построить на крыше второй гараж зачем здоровье убрать черты поставить новый ну так не работает на стройке все должно быть по чертежам все должно быть по порядку а сметаны что там нет сметь это тоже то но я забрал своим другом бириллисоном замок ты готов был уступить свою сметану это маленький экскурс на ту на ту строительную да я пытаюсь показать ту строительную картину которая была в 1979 году ты знаешь гарри как вы это напоминает то что в американском строительстве сейчас происходит вот я я бы не сказал люди те же до биргельсон и на сюда приехал ваш нет может быть и приехал а значит вот и тут точно тебя не допускают до стройки ты так наверно боятся боятся это же впереди тебя бежит эта история так вот значит первый рассказ значит про панели которые пришлось нарезать нарезать сумасшедшие бабки так второе когда сделали полы волнистые но ровные переделывать и третье когда нам пришлось переделывать гараж все-таки пришлось заставили так поди так чем кончилось то кончили срезали гараж ну то что я сказал да ну так а ты говоришь так не было надо было согласовывать с проектировщиками ну это обычное дело это и софтфор так пишут сначала требования потом дизайн потом пишут потом говорит что же вы сделали козлы пойдет идут менять требования идут менять дизайн не надо вытаскивать это немножко гвозди не надо вытаскивать это гвозди вытащить еще несколько несколько дощечек при собачьих да это совсем не так просто переделать железобетонный гараж а ты думаешь какое изменение делать это окажется да а попробуй вот вы соберите вашу бригаду и чтоб она код меняла наша бригада которая ну то что гараж сносила ну это вот такая коротенькая история о жизни да то есть нечего жалеть о том чего не верни надо не надо не надо жалеть все вперед все вперед